Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня необычное, но в то же время простое и очень вкусное блюдо. Ингредиентов для его приготовления нужно минимум. Жарится быстро и отличается удивительным вкусом. Для приготовления нам понадобится теплая вода, дрожжи, сахар, мука, соль, растительное масло, сливочное масло и зеленый лук. Но его можно заменить на любую другую зелень. Первым делом приготовим опару. В миску наливаем теплую воду. Добавляем сахар. Перемешиваем, чтобы сахар растворился. Всыпаем дрожжи и накрываем пищевой пленкой. Оставляем на 10-15 минут. Тем временем подготовим лук. Хорошенько его промываем и мелко шинкуем. В миску просеиваем муку. Добавляем соль. Перемешиваем. Делаем небольшое углубление. Проверяем опару. Вливаем в центр опару и замешиваем тесто. Муки может понадобиться чуть меньше. У меня цельнозерновая, но можно и обычную белую муку. Хорошенько вымешиваем тесто. Если необходимо, подсыпаем по чуть-чуть муку. Оно не должно липнуть к рукам. Готовое тесто скатываем в колбаску. Делим на 6 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар. Накрываем полотенцем либо пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Руки смазываем растительным маслом и растягиваем тесто в тонкую лепешку. Смазываем сливочным маслом. У меня растительное. Посыпаем луком. Складываем тесто пополам. И делаем небольшие надрезы не до конца. Снова распрямляем лепешку. Теперь скручиваем вдоль полос. Чтобы начинка не выпадала, берем за оба конца лепешки и крутим их в противоположные стороны. Теперь скручиваем в улитку. Хвостик прячьте под низ. В таком виде складываем заготовки на доску. Я ничем не накрывала, так как на их поверхности достаточно масла. Вот так смотрится со стороны. Очень красиво. Стол смажьте маслом. Готовые булочки распластать руками в ровный круг. Сковороду разогреваем на среднем огне. Смазываем растительным маслом и выкладываем на нее лепешку. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Крышкой накрывать не нужно. Я смазываю сковороду растительным маслом каждый раз перед тем, как положить новую лепешку. Готовым лепешкам даем остыть и подаем к столу. Лепешки получились ароматные, слоистые, с хрустящей корочкой. Лук можно заменить на любую зелень и наслаждаться этим невероятным вкусом. Подавать можно со сметаной, либо вместо хлеба к первым блюдам. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Если у вас есть замечания или идеи, пишите их в комментариях под видео. Сегодня делюсь с вами еще одним простым, быстрым и вкусным рецептом. Готовить будем хычины. Это круглые лепешки или пироги из теста с разнообразной начинкой. У меня сегодня зелень и творог. Для приготовления нам понадобится кефир, соль, сода и мука. Для начинки творог, твердый сыр, лук, укроп. Начинку для этих пирожков можно брать самую разнообразную. В миску наливаем кефир, у меня домашний. Жирность не имеет значения. Перед готовкой желательно его чуть нагреть, если он стоял у вас в холодильнике. Добавляем 1 чайную ложку соли, соды и тщательно перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. На рабочую поверхность высыпаем небольшую горку муки. Добавляем тесто и хорошенько его вымешиваем. Вымешиваем его минут 8-10 до мягкости и эластичности. Если нужно, рабочую поверхность припыляем мукой. В итоге тесто должно быть мягким и слегка липковатым. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут для расстойки в теплом месте. Тем временем займемся начинкой. Лук и зелень, у меня укроп, тщательно моем и мелко рубим. Творог растираем вилкой. Добавляем к нему твердый сыр, у меня замороженный, зелень и соль. Тщательно перемешиваем начинку. Тесто еще раз хорошо разминаем и делим на 6 равных частей. У меня лепешки будут не очень большие. Если вы хотите сделать лепешки на всю сковороду, делите тесто на 5 или 4 части. Каждый кусочек подкатываем в шар. Берем по одному шарику и немного раскатываем. Щедро окунаем в муку. Центр лепешки выкладываем в 2,5 столовые ложки начинки. Собираем тесто над начинкой и тщательно защипываем. Некоторые хозяйки предпочитают обрезать хвостик на месте защипа, чтобы в готовых лепешках не образовывалось утолщение. Начинаем аккуратно расплющивать лепешку руками. Можно воспользоваться скалкой, но аккуратно, чтобы не было дырочек. Делаем лепешки максимально тонкими. При этом стараемся, чтобы тесто не порвалось. Разогреваем на плите сковороду и выкладываем на нее лепешку. Сковороду ничем смазывать не нужно. Обжариваем с двух сторон до румяности на среднем огне. Когда зарумянится одна сторона, переворачиваем на другую. В процессе приготовления лепешки чуть надуваются. Готовая вторая сторона снимаем со сковороды. По мере приготовления выкладываем хычины на блюдо стопкой. Каждый сразу смазываем сливочным маслом. Пока жарится одна лепешка, подготавливаем следующую. Подаем хычины горячими, разрезав всю стопку крестообразно на 4 части. Я подавала на завтрак со сладким чаем. Получилось очень вкусное и сытное блюдо. Прекрасная замена привычным нам пирожкам. Начинку в таком блюде можно менять по своему вкусу. Если у вас осталось картофельное пюре, у меня есть очень вкусный и простой рецепт, что можно из него приготовить. Блюдо настолько простое в приготовлении, что обязательно понравится вам и вашим домочадцам. Для приготовления нам понадобится картофельное пюре, яйцо, твердый сыр, мука, соль и сливочное масло. Картофель отвариваем, разминаем. Можно добавить к нему молоко и масло. Если у вас остатки картофельного пюре, тогда его чуть подогреваем и разминаем белкой. Когда картофель чуть остынет, добавляем к нему одно яйцо. Твердый сыр можно брать абсолютно любой. Измельчаем на мелкой терке и добавляем к картофелю. Тщательно перемешиваем. На этом этапе можно посолить тесто. Но если у вас сыр соленый, лучше обойтись без соли. Можно также добавить измельченную зелень. Теперь вводим 9 столовых ложек муки без горки и замешиваем тесто. Оно будет липковатым, поэтому в процессе вымешивания припыляйте рабочую поверхность мукой. Тесто нужно замесить, чтобы оно было мягким, но не липло к рукам. Готовое тесто выкатываем в колбаску и нарезаем на 8 равных частей. Каждую часть подкатываем в шар. Теперь берем по одному шарику. Рабочую поверхность хорошо припыляем мукой. Раскатываем в тонкую лепешку. Я хочу, чтобы края были более ровные и четкие. Поэтому беру крышку, диаметр 18 см и вырезаю круг. Теперь с помощью скалки, либо лопатки, переносим лепешку на сухую разогретую сковороду. На сковороде лепешку можно чуть растянуть руками. Обжариваем на среднем огне до румяности с двух сторон. Пока готовится одна лепешка, формируем следующую. Готовые лепешки складываем стопкой друг на друга. Обязательно смазываем сливочным маслом, пока они горячие. Готовые лепешки разрезаем на 6 частей и подаем к столу. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 12 лепешек. Они очень тонкие, нежные, с приятным сливочным вкусом. Картофель практически не чувствуется, а вот сыр очень. Поэтому тщательно выбирайте сыр. Лепешки с сыром и зеленью простое, вкусное и легкое в приготовлении блюда, которое придется по вкусу всей семье. Приготовленные на воде или молоке, с добавлением творога, сметаны и свежих трав. Лепешки получаются мягкими, ароматными и очень нежными на вкус, как в горячем, так и холодном виде. Лепешки станут отличным завтраком, обедом, ужином или перекусом в течение дня. Список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Первым делом приготовим тесто. В отдельной миске смешиваем теплую воду, молоко, можно вместо него добавить воду, соль, перемешиваем, чтобы соль растаяла. Сюда же добавляем 1 яичный желток. Белок не выбрасывайте, добавим его в начинку. Теперь добавляем небольшую часть муки, разрыхлитель и рафинированное растительное масло. Перемешиваем. Постепенно вводим оставшуюся муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Имейте в виду, что мука бывает разной, и ее количество может быть немного больше или меньше. Собираем тесто в шар. Накройте пищевой пленкой и убираем в сторону на полчаса. Тем временем приготовим начинку. Мелко шинкуем зелень. Я лук не очень люблю, поэтому добавляю его совсем чуть-чуть. Если вы будете использовать много лука, белые черенки советую чуть прижарить на растительном масле. Так лепешки будут намного вкуснее. У шпината отрезаю стебли и также мелко шинкую. Пока зелень откладываем в сторону. Смешивать и солить начинку будем уже непосредственно перед формовкой лепешек, так как зелень быстро опустит сок. Тесто делим на 8 равных частей. Из каждой сформируйте шарик. Накрываем пищевой пленкой, чтобы не заветрились. Возвращаемся к начинке. К нарезанной зелени добавляем творог, яичный белок, сметану. Солим и хорошенько перемешиваем. Рабочую поверхность припыляем мукой. Раскатываем тесто в тонкую лепешку диаметром 20-22 см. Чтобы тесто не прилипало, посыпайте скалку и тесто мукой. На одну половину выложите 2 столовые ложки начинки, отступая от края 1,5 см. Накройте начинкой, второй частью лепешки. Приплюсните слегка руками, чтобы вышел воздух. Защипываем края. Нагреваем на среднем огне сковороду и обжариваем на ней лепешки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Готовые лепешки выкладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом. Можно нарезать на порционные кусочки. Как видите, лепешки с зеленью готовить несложно. На приготовление не требуется большого количества времени. А в составе только доступные продукты. Порадовало тонкое тесто и обилие полезной начинки. Кстати, с начинкой можно экспериментировать. Добавлять, например, не сырые, а вареные яйца. Думаю, если добавить в начинку 100 г твердого сыра, будет тоже вкусно. Это отличный перекус. Сегодня готовим очень ароматные и пышные оладьи, которые можно подавать на завтрак или в качестве перекуса, между основными приемами пищи. Рецепт простой и быстрый в приготовлении. В сезон урожая кабачков получается еще и бюджетный. Для приготовления нам понадобится 2 небольших кабачка, 2 яйца, мука, соль, специи по вкусу, разрыхлитель, сыр. Подготовьте продукты. Кабачки подойдут и молодые, и более зрелые. Молоденькие достаточно промыть и срезать хвостики. А со старых срежьте твердую кожу и удалите семена. Затем натираем кабачки на терке или измельчаем блендером. Кабачковую массу хорошо отожмите руками. Получившуюся жидкость слейте. Твердый сыр можете взять любого сорта. Главное, чтобы он был натуральным и свежим. Натираем на терке. В миску с натертыми кабачками добавляем яйца, сыр, соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем ингредиенты, чтобы масса стала однородной. Я добавила еще один небольшой пучок зелени укропа. Перемешиваем. Далее добавляем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем массу, чтобы не осталось комочков. Если тесто покажется вам еще жидковатым, то добавьте еще пару столовых ложек муки. Количество муки зависит от зрелости и сочности кабачка. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем начинку. Примерно по 2 столовые ложки на 1 блин. Равняем ложкой. По этому рецепту можно обжаривать оладьи, но мне вариант в духовке больше нравится. Никакого масла и готовится быстрее. Из указанного количества продуктов у меня получилось 8 блинчиков. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут. Оладьи должны зарумяниться. Я запекала одновременно 2 противня. Тот, что сверху, естественно, приготовился быстрее. Я его убрала и буквально пару минут доготавливала нижний противень. После чего достаем их из духовки и даем немного остыть. Затем складываем с тупкой и подаем к столу. Очень вкусно, со сметаной, томатным или другим соусом. Друзья, наверняка у вас появились идеи, что можно добавить в этот рецепт. Пишите в комментариях. Всегда рада хорошим советам. Если вам понравился рецепт, делитесь им в соцсетях. А если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!